Применение нескольких способов разложения на множители. При разложении на множители в первую очередь выносится общий множитель за скобки, если он есть. Затем применяются формулы сокращенного умножения. Если можно разложить по формулам, то в таком случае эти формулы надо применить. И способ группировки тоже применяется. Давайте рассмотрим две новые формулы. Первая – формула суммы кубов. То есть находится сумма кубов А в кубе плюс В в кубе. По этой формуле можно эту сумму представить в виде произведения, где первый множитель А плюс В, а второй множитель А квадрат минус произведение А на В и плюс В квадрат. Вторая формула – формула разности кубов. Можно разложить на множители, где первый множитель разность этих чисел А минус В, а второй множитель – неполный квадрат суммы. Это А квадрат плюс АВ и плюс В квадрат. Первая задача – разложите на множители. Рассматривая слагаемые, которые есть в условии задачи, легко заметить, что общий множитель А в кубе можно вынести за скобки. Первое и второе слагаемые имеют общий множитель А в кубе. И после вынесения за скобки А в кубе, вот остается А плюс 1, и здесь надо вынести за скобки минус, и тогда получится точно такое же выражение – А плюс 1. Ну, а теперь выносим за скобки А плюс 1. Так, от первого слагаемого остается А в кубе, здесь будет минус 1. А теперь надо применить формулу разность кубов. Разность кубов. Значит, представим в виде произведения А минус 1 умножить на неполный квадрат суммы. А в кубе плюс А плюс 1. Вот мы разложили на множители. Здесь можно применить еще формулу разность квадратов. Можно записать вот таким образом. Вот вместо первых двух множителей записать один множитель А квадрат минус 1. Вторая задача. Вычислите рационально с применением формулы разности квадратов. Итак, 36 в квадрате минус 14 в квадрате. Значит, по формуле разности квадратов. Разность этих чисел 22, сумма 50. Так, в знаменателе тоже разность квадратов. Значит, разность этих чисел 33, сумма 65. Так, теперь можно сократить. Можно сократить на 11 дробь. Здесь будет 2, а внизу 3. И можно сократить на 5. 50 разделить на 5 будет 10, а 65 разделить на 5 будет 13. Ну и после сокращения получается ответ дробь 20, 39. И третья задача. Решите уравнение. Так, выносим за скобки х в четвертой. В скобках будет х плюс 1. Так, здесь выносим за скобки минус 2х квадрат. Получится х плюс 1 в скобках. Второй множитель. Так, ну, а здесь просто группируем, записываем х плюс 1 в скобках. Ну, а теперь вот этот общий множитель х плюс 1 выносим вперед. Вот это будет у нас первый множитель способом группировки. От первого слагаемого остается х в четвертой. От второго минус 2х квадрат, а здесь плюс 1. Теперь надо увидеть формулу квадрат разности. Вот эта формула квадрат разности. Можно представить вот в таком виде. Квадрат первого числа – это х. Вот квадрат. Значит, х в квадрате возводится квадрат, это будет х в четвертой. Так, затем, это минус удвоенное произведение первого на второе и квадрат второго числа – единица. Значит, применяя формулу квадрат разности, записываем вот в таком виде. х квадрат минус 1 в квадрате. Ну, а дальше можно применить формулу разность квадратов и представить х квадрат минус 1 как х минус 1 умножить на х плюс 1. И тогда получится следующее. х плюс 1 в кубе умножается на х минус 1 в квадрате. И значение этого произведения равно 0. В каком случае значение этого произведения будет равно 0? Когда х принимает значение минус 1, первый множитель обращается в 0, а второй множитель обращается в 0, когда х равен 1. Итак, минус 1 и плюс 1. Данное уравнение имеет два корня. Продолжение следует...